Райская кухня Приветствую вас на очередном эпизоде программы «Райская кухня». Сегодня у меня особое настроение. Мы будем говорить о жатве, о том изобилии, что дарует нам Господь и о том, что мы приносим Ему. Перед нами огромное количество разных продуктов, из которых мы приготовим несколько блюд. Для начала давайте благословим нашу еду. Идущие ученые провели исследование, что человек молится, и именно это меняет структуру продуктов. Отец Небесный, прошу, чтобы ты благословил эти продукты, наполнил их Духом Своим во имя Иисуса. Сегодня нас ждет удивительное блюдо. Оно порадует тех, кто любит его, а те, кто не знает, как его готовить, научатся. Это утка. Сегодня мы будем готовить утку. Вы часто можете увидеть уток, которые улетают на юг осенью. Утка — это не просто символ праздничного стола. Мы будем готовить ее необычным способом. Обычно утку запекают или жарят, как рождественскую индейку. Но мы сегодня сделаем нашу утку сладкой. Мы сделаем потрясающий сироп, который будет в буквальном смысле обволакивать нашу уточку. Для этого мы используем все эти фрукты. Большинство из них сушеные, потому что тема нашей сегодняшней программы — жатвы. Во время жатвы мы собираем то, что сажали ранее, и заготавливаем урожай на зиму, чтобы потом можно было съесть его. Поэтому для нашего соуса мы будем использовать сушеные фрукты и орехи. Итак, что же у нас здесь есть? Давайте посмотрим. У нас есть немного абрикосов. Также у нас наличествует сушеная клюква. Немного измельченного миндаля. Также измельченные фисташки. Еще темный и светлый изюм. Также, кроме сушеной клюквы, у нас есть немного клюквы свежей, которая в сочетании с сушеной придаст потрясающий вкус нашему блюду. Мы также используем немного толченого ореха пекан. Немного нарезанных фиников, немного сушеной вишни и черники, и, конечно, немного грецкого ореха. Мы добавим также немного свежих фруктов в наш соус. У нас есть два разных вида свежих фиг. Фиги бывают разных форм и размеров. Некоторые думают, что это искусственно выведенные сорта, но это не так. Я предпочитаю свежие фиги. Когда я был маленьким, у моих бабушки и дедушки за домом росло фиговое дерево. На нем были очень маленькие плоды, но они были просто бесподобны. Исторически для израилетян фиги были одним из основных видов фруктов. В некоторых переводах Библии можно найти упоминание, что на дереве познания росли не яблоки, а именно фиги. Возможно, это и правда, мы теперь этого уже не узнаем, да и суть остается той же. Я заранее нарезал оба имеющихся у нас вида фиг. Вот нарезанные коричневые фиги. Очень вкусные, сочные, сладкие. А вот и более светлые зеленые фиги, обладающие легким, но насыщенным вкусом. Также мы добавим в наш соус пару столовых ложек лимонного сока. Он придаст утке легкую кисленку. Самое важное, что стоит отметить, при использовании такого количества фруктов нам не понадобится ни грамма сахара. Весь сахар, что нам нужен, уже есть в этих фруктах и ягодах. На плите у меня уже стоит кастрюля с 12 стаканами воды. Она уже потихоньку закипает. В эту кастрюлю мы сложим все наши фрукты и ягоды, но начнем с лимонного сока, пожалуй. Две столовые ложки, как я и говорил. Далее идут у нас абрикосы. Далее идет сушеная клюква. Я очень люблю сушеную клюква. Стараюсь добавлять ее во все возможные закуски. Помните, что сушеные фрукты и ягоды — это не только сладкий десерт. С их помощью можно украсить не одно блюдо. Она придает удивительный вкус блюдам, поэтому не бойтесь использовать ее в кулинарии. Далее идут фисташки. Фисташки — очень полезный продукт. Самое главное, что они не только полезные, но и вкусные. На мой взгляд, это самый вкусный вид орехов. А теперь кладем изюм. Что же произойдет, когда вы хорошенько проварите эту смесь? Напомню, варить нужно 30-40 минут. В процессе варки фрукты и ягоды впитают воду и практически вернутся к первоначальному состоянию. При этом все полезные вещества и весь вкус они отдадут воду, создавая основу для нашего соуса. Так что не забывайте, все эти сушеные фрукты, ягоды, они помогут нам испытать настоящий, естественный вкус всех этих колоритных ягод. А теперь добавляем финики и еще свежую клюкву. Затем мы будем тушить утку в этом соусе. То есть положим утку, зальем ее этим соусом и поставим в духовку. Таким образом утка впитает все лучшее из нашего соуса и станет совершенно удивительной на вкус. Когда будете подавать утку, не забудьте добавить сверху куска мяса, немного соуса, потому что суть этого блюда не только в самой утке, но и в том соусе, в котором ее запекали. Затем кладем орехи пекан. Я очень люблю эти орехи. Когда я был маленьким, я жил на ферме, и нам с братом часто не хватало денег на рождественские подарки для родных. Когда мы шли в сад, собирали эти орехи, затем шли в город и продавали их по паре центов за фонд. Таким образом нам удавалось насобирать денег на подарки. Это было, помнится, очень весело. Далее мы кладем сушеную вишню. У нас еще ничего не готово, а запах уже бесподобен. Запах напоминает аромат свежеиспеченного ягодного пирога. Нужно также отметить, что для тех, кто любит, чтобы у утки была поджаренная корочка, то это очень легко сделать. Нужно просто убрать часть соуса с верхней части утки. Таким образом вы получите золотистую поджаристую корочку, но мясо останется нежным и сочным. Кладем в кастрюлю последние фрукты. Теперь нужно все это помешать. Помните, что когда вы забрасываете что-то в кипящую воду, ее температура мгновенно понижается. И нужно подождать, прежде чем вода вновь достигнет нужной температуры. Итак, сейчас мы дождемся, пока вода вновь закипит, затем поварим в течение 30-40 минут, и только тогда мы получим наш соус для утки. Но мы не будем ждать 30 минут, потому что я заранее приготовил точно такой же соус, и именно с ним мы будем готовить. Как я уже говорил, мы начиним этим соусом утку, а также польем его сверху на нее, чтобы она оказалась полностью закрыта им. Вам может показаться, что жидкости слишком много, но это нормально. Утка сама по себе очень жирная птица, так же, как и гусь. Мы уже готовили гуся в одной из предыдущих передач. Жир помогает уткам держаться на воде, ведь они водоплавающие птицы. А жир, как известно, не тонет. Если вы видели уток вживую, то наверняка обратили внимание, что вода стекает с них вся до капли. Это потому что их перья обильно смазаны жиром. Помните, что весь жир, что есть в утке, расплавится и окажется в соусе. Жир — это здорово. Он придает дополнительный вкус, но с ним нужно быть осторожным, потому что если жира будет слишком много, он может перебить вкус соуса. Поэтому важно выбрать утку не сильно жирную, но и не слишком костлявую. Лучше всего брать среднюю по весу. Я был сегодня на рынке и купил отличную утку. Уверен, что она как надо пропитается нашим соусом. Начнем готовить нашу утку. Для начала нам понадобится немного соли. Как видите, я уже почистил утку от перьев и загнул ей голову вниз. Это делается для того, чтобы ее тушка представляла собой сосуд, который удобно будет наполниться. Если вы помните, то гуся мы готовили точно так же в одной из наших рождественских программ. Первое, что нужно сделать, — это взять немного обычной соли и посыпать утку сверху. Соль придает вкус любому блюду. Помните об этом. Это один из важнейших элементов на Земле. Человек не может жить без соли. Во времена Римской империи солдатам не платили денег. Им платили солью, потому что соль ценилась сильнее. Ее можно было обменять на что угодно. Они могли продать ее, получить деньги или обменять на то, что им было нужно. Соль предотвращает порчу продуктов, но главное ее свойство в том, что она придает замечательный вкус. Она раскрывает собственный вкус мяса и придает ему дополнительных красок и оттенков. Это просто потрясающе. Вы можете готовить совсем без специй, только с добавлением соли. Как-нибудь попробуйте это сделать. Возьмите куриное филе, посолите его с двух сторон, обжарьте или запеките в духовке, и вы поймете, как только лишь соль придает блюду столько оттенков вкуса. Итак, мы посолим нашу утку сейчас. Но не забудьте, вам нужно 6 унций измельченных сушеных абрикосов. Теперь мы начиним утку нашим фруктовым соусом. Хорошо, давайте. Сюда. Вот в это отверстие. Выливаем. У меня соус еще теплый, но важно, чтобы он не был горячим, иначе вы можете обжечь себе руки. Прежде чем начинять утку, слегка остудите соус. Вы ведь не хотите начать день с ожога рук, верно? Наполняем нашу утку доверху и кладем в форму для запекания. Но перед тем, как залить утку соусом, я вымою руки. Печеная утка. Три унции фисташек, три унции измельченных грецких орехов, три унции измельченных орехов пекан, три унции измельченного миндаля. Теперь мы зальем нашу утку соусом. Соуса должно хватить, чтобы заполнить форму. Смысл блюда в том, что утка не жарится, а как бы тушится в соусе из фруктов. Я очень люблю тушеное мясо. Это мой самый любимый способ его приготовления. Я уверен, что наша тушеная утка получится на славу. Хорошо. Заливаем соус. Как видите, соус целиком скрывает утку и почти полностью заполняет всю форму. Если хотите, вы можете не закрывать лапки соусом, чтобы они поджарились. Но я закрою всю утку целиком. Для удобной готовки нам понадобится термометр. Это специальный термометр для еды, который можно купить в любом супермаркете. Его нужно воткнуть в самую толстую часть готовящегося мяса. Я воткну его в грудку нашей утки. С его помощью будет очень удобно контролировать процесс готовки. Достаточно будет открыть духовку и глянуть на термометр. Если утка достигла нужной температуры, пора ее вынимать. А если нет, нужно подержать еще немного. Итак, грудка у нас здесь. Давайте же применим наш термометр. Все, что мне нужно, это воткнуть термометр в мясо. Вот так. Ну и теперь помещаем форму в печь. Запекайте при температуре 350 градусов. До тех пор, пока внутренняя температура в утке не достигнет 170 градусов. А мы переходим к следующему блюду. Как вы думаете, что это будет? Правильно, тыква. Это замечательный продукт. Его можно приготовить сотни разных способов. Мы уже готовили пару видов тыкв, но сегодня мы будем готовить особую мускатную тыкву. Для начала берем нашу разделочную доску. Если вы не знаете, как можно легко подготовить тыкву к запеканию, то сейчас я вам покажу. Нам понадобится большой нож и, собственно, тыква. Вот так выглядит мускатная тыква. Нам нужно разрезать ее вдоль напополам. Самое главное, помните о безопасности. У тыквы твердая кожица, и нож может легко соскочить. Поэтому будьте осторожнее. Теперь мы ломаем ее, и что мы видим? Потрясающий цвет мякоти. В нижней части тыквы есть семена, которые нам необходимо удалить. Кстати, мускатную тыкву нужно выбирать так, чтобы верхняя часть была лишь немного уже, чем нижняя. В таких тыквах наибольшее количество мякоти. Первое, что нам нужно сделать, — это удалить все семена из тыквы. Эти семена нам не понадобятся, поэтому просто берем ложку и вычищаем их из нашей тыквы. После этого берем противень, смазываем его маслом и кладем в него тыкву плоской стороной вниз. Мы будем запекать ее при температуре 350 градусов, до тех пор, пока она не станет мягкой. Вы можете легко проверить готовность тыквы. Просто возьмите ложку и тыльной стороной надавите на кожицу тыквы. Если она прогибается под ложкой, значит тыква уже готова. Но, как и в случае с соусом, у нас нет сейчас времени, чтобы запекать ее во время эфира. Поэтому я запек одну тыкву заранее. Берете вот так, надавливаете, и если готова, то она проваливается. Посмотрите на нашу готовую тыкву. Сейчас я вам ее покажу. Вот она, наша красавица. Она отлично запеклась. Смотрите на кожицу, она мягкая. Это именно то, что нам нужно. Она уже остыла, поэтому самое время приступить к работе над ней. Сейчас я уберу разделочную доску и достану большую миску. Итак, я взял миску, и теперь я готов приступить к тыкве. Тыква — это главная звезда в нашем блюде. Второй звездой будет сыр. Это будет прекрасно. Я обожаю готовить сладкие блюда с добавлением соленых ингредиентов. Соль придает дополнительный вкус сладким блюдам, а сахар придает дополнительный вкус соленым. Это происходит потому, что они задействуют разные части ваших рецепторов на языке, которые и воспринимают вкус. Как видите, мякоть с тыквой очень легко вычищается ложкой, а кожура остается достаточно твердой, чтобы за нее можно было держаться. Ее можно вычистить так же просто, как и авокадо. Иногда, в зависимости от сорта тыквы и времени запекания, можно просто взять и слегка встряхнуть ее над миской, и вся мякоть просто окажется в чаши. Да, бывает и так. Запеченная мускатная тыква. Одна мускатная тыква, один фунт говяжьего фарша, две чашки острого сыра чеддер, пол чашки фиолетового лука, нарезанного кубиками. Итак, мы выгребли мякоть из нашей тыквы. Теперь мы добавим к ней чашку тертого сыра чеддер, чайную ложку соли и четверть чашки черной патоки. Вы только посмотрите на этот цвет. Обожаю патоку. Нужно выскрести ее остатки ложкой, потому что она очень-очень вязкая. Затем мы положим в блюдо фунт говяжьего фарша. Я слегка обжарил его на среднем огне с добавлением соли и перца для вкуса. Кладем его в нашу миску. Кстати, не забудьте добавить жир. Если для утки жир нам не был нужен, поскольку она и так достаточно жирная, то при приготовлении тыквы стоит добавить немного жира для более мягкой консистенции. Следом кладем половину чашки нарезанного фиолетового лука, а также добавим чайную ложку смеси приправ для приготовления мяса. В ее состав входит мускатный орех, гвоздика и имбирь, а также несколько других специй, специально подобранных для придания мясу восхитительных ароматов. Теперь нам нужно все это хорошенько перемешать до появления однородной массы. Я очень люблю это блюдо. Хорошенько. Все перемешиваем. Для начала я уберу все лишнее со стола. Затем берем форму для запекания и смазываем ее слегка маслом. Это не обязательно, но и не помешает. Я делаю это для того, чтобы потом было проще мыть саму форму. Также это позволяет проще доставать блюдо из формы. Выкладываем нашу смесь в форму. Но вы только посмотрите на цвет. Разве он не замечательен? Отличный цвет. И отличная текстура блюда. Выкладываем всю смесь в форму. Как вы помните, у меня было две чашки тертого сыра. В смесь я положил только одну. Вторую мы равномерно распределим поверх нашей смеси. Затем мы поставим ее в ту же духовку, где готовится наша утка, и будем запекать ее при температуре 350 градусов до появления золотистой корочки. Обычно это занимает где-то 40 минут. Запекайте при температуре 350 градусов примерно 40 минут или до появления золотистой корочки. Итак, все, что нужно было запечь, уже находится в духовке, поэтому сейчас давайте немного повеселимся. Многие любят картошку фри или, как ее называют на Среднем Западе, картошку свобода. Но сегодня мы сделаем настоящую жареную импровизацию. Мы будем жарить во фритюре самые разнообразные овощи. Я научу вас, как превратить процесс жарки в легкий и приятный. При жарке во фритюре самое главное — это точная температура. Проблема в том, что многие жарят ту же картошку не в специальной фритюрнице, а на обычной плите, на которой очень сложно понять, какова температура масла. Однако сейчас есть замечательная вещь — это специальный термометр для жарки во фритюре. Его можно купить в супермаркете и очень легко прикрепить к краю котла. Он показывает точную температуру масла. Сегодня мы будем готовить при температуре 375 градусов. Мы положим все наши овощи в масло, но сначала я хочу рассказать об овоще, из которого я раньше практически не готовил. Это хикама. Знаете, что это? Это корнеплод, который, прежде чем жарить, нужно очистить от кожуры и нарезать небольшими ломтиками. По вкусу напоминает каштан, но очень хрустящий. Обжарка при постоянной температуре позволит сохранить его ломтики хрустящими. Я уже заранее нарезал его ломтиками. А теперь давайте поговорим о смеси, в которой мы обваляем наши овощи перед жаркой. В этой миске две чашки пахты и одна чашка муки, перемешанная до однородной массы. Добавим сюда столовую ложку соли, немного чесночного порошка, немного черного перца, а также немного шафрана. Как видите, у меня здесь не готовый шафран, а его свитки, из которых и добывают эту пряность. При неаккуратном обращении вы потом можете долго отмываться от этого замечательного природного красителя. Но он придает удивительный вкус блюду. Нам нужны семена этого цветка. Кладем их на ладони слегка, замечу, слегка разминаем. Как видите, моя ладонь постепенно становится желтой. Это не опасно. Это тот же самый краситель, который добавляют в рис в арабских ресторанах. И теперь кладем его в нашу миску. Все хорошо перемешиваем. Теперь кладем в эту смесь наши овощи. Чего тут только нет. И лук, и хикама, и золотая свекла, и зеленая фасоль, и картофель. Теперь нужно их хорошенько обвалять в нашей смеси. Это довольно грязный процесс, поэтому перемешивать нужно одной рукой, чтобы вторая была чистой и могла поддерживать что-то. Итак, мы кладем наши овощи в масло, раскаленное до температуры 375 градусов. Помните, при забрасывании овощей в масло важно, чтобы они не были мокрыми, потому что вода мгновенно вскипит и может ошпарить вам руки. В целях безопасности аккуратно обращайтесь с водой при обжаривании чего-либо во фритюре. Вы можете видеть пузырьки и слышать шипение масла. Так вот это происходит потому, что вода, которая содержится в овощах, вскипает. Как видите, даже малое количество воды приводит к разбрызгиванию масла. Именно поэтому вам необходимо быть очень осторожными. После этого нужно хорошенько и тщательно вымыть руки. Для меня пришло время вымыть руки и немного поговорить о Писании. Сегодня мы прочтем строки из книги «Исход», касающиеся жатвы. Итак, Исход 23, глава 19 стих. Тут сказано «Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа Бога твоего». Помните, Господь, Бог любит нас, Он продвигает нас, Он дарует нам изобилие. Все, что Он хочет, чтобы свои лучшие поступки вы делали для Него. Если мы будем так делать, то наше изобилие будет расти благодаря Ему. Поговорили об изобилии, а теперь пора вернуться к нашей пище. Начнем мы с жареной импровизации. Давайте посмотрим, что у нас тут получилось. Разве она не прекрасна? Вы только посмотрите на нее. Выкладывать ее лучше на бумажное полотенце, чтобы оно впитало остатки масла. В таком виде сложно распознать, что за овощ перед нами, но это даже к лучшему. Пусть это будет сюрпризом. Мы оставим их, чтобы они остыли, а тем временем направимся к нашей духовке. Я заглядывал в нее пару минут назад и увидел, что утка уже приобрела замечательный коричневый оттенок. Посмотрите, разве она не прекрасна? Пусть она немного остынет. Тут никогда не следует резать мясо сразу после того, как его достали из духовки. Так оно потеряет часть сока. Нужно немного подождать. А теперь давайте достанем нашу тыквенную запеканку. Она тоже удалась на славу. Взгляните на эту поджаристую золотистую корочку. Корочку сыра сверху. Она великолепна. А теперь мы, как всегда, положим все эти наши достижения на тарелку. Начнем с запеканки. Берем ложку и накладываем запеканку. Вот так. Теперь рядом мы покладем немного нашей жареной импровизации. Сначала кусочек этого. Один кусочек. Ну и еще немного. Жатву снимают, когда зеленое превращается в золотое. Вот и у нас сегодня мы получили из различных цветов разные оттенки золотого. Ну и, наконец, друзья, наша утка. Я немного пододвину к себе форму. Она все еще горячая. Я отрежу немного мяса с грудки. Отрезаем немного мяса. Да, с этой стороны. А она выглядит прекрасно. Как вам на вид? По мне, так очень хорошо. Давайте отрежем еще кусочек, чтобы тому не было одиноко на тарелке. А теперь мы сделаем то, о чем я говорил в начале передачи. Мы возьмем ложку и положим немного соуса на наше мясо. Но вы только посмотрите на этот соус. Утиный жир смешался с ягодами и орехами и образовал удивительную коричневую субстанцию, запах которой сводит с ума. Мы кладем этот соус из фруктов прямо поверх утиного мяса. Да, это очень вкусно. Если не верите, проверьте. Но посмотрите на это искусство. Это блюдо идеально для поздней осени. Оно порадует и ваших близких, и ваш желудок. Надеюсь, что вам понравилась наша сегодняшняя передача. Помните, что изобилие в вашу жизнь приносит Бог. Так верните ему лучшее из того, что имеете. Это наша жизнь, но мы должны прожить ее для Бога. Тогда он сделает нашу жизнь сладкой, как эта утка. Не пропустите нашу следующую передачу, но если вы все же пропустили пару эпизодов, то вы сможете посмотреть их на нашем сайте. Если у вас есть вопросы, напишите мне, и я обязательно вам отвечу. Спасибо и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok